Мы все наверстали! Поехали! В основе наших побед в космосе и на Земле безграничная воля наших главных конструкторов, их способность в сжатые сроки, в самых сложных обстоятельствах. Сложные времена у нас, по-моему, никогда простых-то не было. И дало нам такой удивительный, уникальный результат на нашей стране. Нужно расширить запуски автономных космических аппаратов для изучения нашего арктического региона. Изучать возможности наших лесов, других природных экосистем. Все это важнейшие задачи. Надо создавать суверенные космические системы, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны. Служить изучению и освоению космоса, прежде всего, дальнего. Ну и про страну не следует забывать. В этой сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи. Речь, прежде всего, о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики, и объекты в отдаленных от нас звездных системах. Россия обязательно будет осваивать космос. Кто первый полетит на Марс? Машина. И снег за нами не торопи! Как тебе такое, Илон Маск? Вы послушайте, не другие, космос наш навсегда!